Минифутбол в школу На сегодняшний день у нас существует ряд видов спорта, которые доступны. Минифутбол действительно доступен во всех смыслах для преподавателей, для учителей в школе физической культуры. Поэтому можно использовать третий урок физкультуры, как у нас сейчас позиционируется по ряду видов спорта, можно и рекомендовано заниматься именно занятием минифутбол. То есть этот проект в первую очередь запускается в массы, он играется в спортивных залах, в общеобразовательных школах. То есть круглый год можно заниматься этим видом спорта. Ну и для того, чтобы действительно был какой-то смысл в этом проекте и цель у ребят, у учителя, у преподавателя. Это конечно же вертикаль проведения мероприятия. То есть начиная от муниципального уровня и в три этапа мы доходим до федерального уровня. Ярослав Агеев защищает ворота команды Знаменского района. До финала соревнований ребята дошли впервые и останавливаться на этом не собираются. Стало больше тренировок. Пять тренировок в неделю получается. И больше играть стали. Ну и играли больше на тренировках. Наша команда сильна тем, что мы очень дружные, сыгранные. Шербакульские футболисты – опытные финалисты. В нынешнем году на их счету три уверенные победы. Первое место возрастной категории 11-12 лет и путевка в следующий этап. Ну-ка ты! Да! Детям есть выход куда-то поехать, поиграть. Не только на уровне района и своего города. Поэтому дети ждут этого турнира. Я чувствую, что мы поедем в Красноярск и одержим там победу. Победители в каждой возрастной категории будут представлять нашу область на соревнованиях Сибирского федерального округа. Традиционно результативно это получается у девушек. В чем секрет успеха женских команд не в самом женском виде спорта. У нас как бы все хорошо получается, но у нас иногда есть какие-то промахи. У нас каждый поддержит кого-то. Если наша команда проиграла из-за кого-то, никто ни на кого не наезжает. Спокойно поддерживает, дает понять, что это же не последнее все, что произошло. Вся жизнь впереди. Мне очень нравится. У меня просто брат с детства занимается футболом, и мне тоже понравилось. Он приносил много кубков домой, и мне как бы это тоже нравится. Ну, я просто решила, если у моего брата такое будущее, значит у меня может быть тоже такое. Наша команда давала большое предпочтение игре в пас. Мы оттачивали это на тренировках и пытались сделать это как можно более взаимослаженно. Почему футбол? Это хороший вопрос. Потому что тянет к этому виду спорта. Это командный в первую очередь вид спорта. Ты слаженно действуешь со своими игроками. Ты видишь его, ты чувствуешь. И это приятная игра для друг друга. Турнир мини-футбол школы сибирского масштаба начнется 12 февраля в Красноярске. Семь омских команд будут бороться за путевки на финал уже всероссийский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова